Федеральное медико-биологическое агентство, которое мы представляем в конкретном больнице Федеральный медико-физический центр имени Родика Ивановича Бурнезяна. Два монитора для оценки жизненно важных параметров, то есть измерение артериального давления, онлайн ЭКГ, пульс-оксиметрия, то есть как человек дышит, показывает. Плюс он может распечатывать это все, не только выводить на монитор, температуру может показывать в режиме онлайн, то есть постоянно меняются. Аппарат искусственной вентиляции легких, транспортный, с всевозможными режимами вентиляции и может использоваться как для проведения искусственной вентиляции у взрослых, так и у детей. Может работать без подачи кислорода, то есть стоит пневмокомпрессор. Дефибриллятор для проведения сердечно-легочной реанимации, дефибрилляции желудочков. Перфузоры-инфузоматы, которые используются для программированного введения лекарственных препаратов, инфузионных растворов с определенной скоростью внутривенного введения. Аппарат ЭКГ для записи, соответственно, ЭКГ. Аспиратор вакуумный для аспирации различных жидкостей из трахеопармхиального делива, желудка и так далее. Два лабораторных аппарата. Один для измерения газового состава крови, ну и сопутствующий, там можно посмотреть уровень гемоглобина, уровень электролитов и биохимический анализатор для измерения биохимии. Здесь еще какие-то дополнительные карманы. Здесь карманы для расходных материалов, медикаментов. Здесь имеются сейфы для хранения, ну не сейфы, можно сказать, закрывающиеся металлические ящики для хранения лекарственных препаратов, которые требуют такого хранения, наркотические препараты и все остальное. Наркоту возим, значит. Ну, конечно, без них реанимация. Цель обезболивания пациентов. Укладки медицинские. Для медикаментов, да также для расходных материалов, которые можно брать с собой, выходить из транспорта. Цель и указания помощи. Ну, это носилки. Носилки, да. Так, а вот это что за штука? А, это скрипеж для укладывания вторых. А, то есть здесь могут быть? Два пациента могут находиться, поэтому здесь два мактора. Непосредственно находятся для одного тоннета. Вот, стена распадываются, сюда укладываются носилки, и можно привозить двух пациентов. Разводка. Кислорода, который находится снаружи. Вот, и это, получается, ваши места во время передвижения? Ну, в принципе, места для сидения. Где может находиться медицинский работник, и может привозить более легкие пастражки, которые не обязательно лежачи по положению. А еще такой вопрос. Допустим, вы куда-то выехали, забрали раненого, больного. Сколько нужно времени для того, чтобы вы могли уже оказать какие-то там медицинскую помощь? То есть, ну, время развертывания комплекса? Ну, он готов к использованию, по его готовности. То есть нет никакого времени, остановились, сразу работаете? Пациент, ну, ты вот, если, например, мы остались возле пастража, пациент его вытащили как носилки, каталку, положили, завезли. Все работает. Ясно. Расскажешь, что еще снаружи? Здесь у нас, как бы, здесь два баллона с газом 20-литровым, с кислородом газом, которые используются для проведения оксиденотерапии, ну, и с пустой терапией легких пациентов. А что наверху еще? Там какая-то, наверное, там носилки, которые крепятся вот сюда. Ага, а на первом? Здесь... Здесь... Это вот еще не носилки, которые раскладываются. Это осоз для... Есть такой матрас иммобилизирующий. В нем находится порошок, оттуда откачивается воздух, и он становится твердым. То есть можно придать любую форму, положение, если пациент, там, пострадавший, там, например, первого позвоночника, и конечности, его можно завернуть, полуобернуть в этот матрас, и он премьет форму. И, да, дает шевелиться пациенту, и иммилизация. Ну, и вот, так же, кроме вот этого матраса, имеется щит. Угу. На сегодня типа щит, да. Так же просто. Вот, это просто так. Ну, я правильно понимаю, что вы нам дали ТЗ, и мы по этому ТЗ прям все собрали, закупили и поставили? Ну, да. То есть была задача разместить у пациентов минимальный необходимый набор оборудования, который разместить и закрепить, так, чтобы можно было им пользоваться, чтобы оно было доступно в... ну, для входа не в... в определенных местах находиться. Соответственно, все это было под рукой, можно было... было электричество, необходимо в электричество 220-124 вольт. Ну, для электричества у нас еще на первой будке стоит дополнительный генератор. Да, если выключается и работает мотор и генератор, то автоматически, если режим автоматически допускается, генератор, который по другой стороне, это будет для питания, электрооборудования. А уже проходили испытания? Ну, испытания проводились тренировочные, не реальные. Катастрофки, случайно забыть, но проводили трудовые качества и проводились тренировки на манекенах. Где он будет использоваться? В каких регионах? Ну, как бы, тут не угадаешь, катастрофы могут быть. Мы не можем планировать, да, где они происходят. Но вообще запланированы труднодоступные регионы, такие как Тайга, Северный регион, ну, или какие-то горные труднодоступные. А вопрос, чем вы доставляете его? Самолетом? Есть возможность самолетом доставлять, и вообще он на тикаче. отбегается. Вот, дорога, в общем. Все, я понял. Спасибо. До свидания.